Привет! Решил поговорить о такой новости Факела, что Станислав Сухина, начальник команды, покидает пост главного тренера Факела по обоюдному... Ой, не главного тренера, а начальника команды по обоюдному согласию сторон. И что я об этом думаю и как читаю? Станислав Сухина с начала 22-го года работал, вот получается конец сентября. 23-го, ну чуть более полутора лет он где-то отработал, при нём Факел как раз вышел в РПЛ, да, и я считаю, что всё равно, несмотря на то, что он там поработал, когда команда ФНЛ играла полгода, но он руку сильно приложил к тому, чтобы Факел вышел. Там дело, я бы сказал, не Василенко, а Сухина всё-таки с его связями, я думаю, что он поспособствовал судейскими решениями, ну, сами понимаете, бывший судья. Подсобил в какой-то мере Факела. И, соответственно, кто его сменит, пока неизвестно. Но, одно понятно, по обоюдному согласию сторон, вроде как одна из версий, что у Сухина был инсульт. И после инсульта, сами понимаете, ну, тем не менее, если у человека инсульт, увольнять его за это, разрывать контракт, не знаю, ребят, как это всё выглядит. Я считаю, что это нехорошо. Ну, Асхабадзе, у нас же болельщики Факел, они не болельщики Факел, они у нас Асхабадзе. Они за Асхабадзе горой, за человека, который сейчас выводит Факел в ФНЛ, скорее всего. Потому что я не понимаю, чем Сухина не уходил Факел руководству. Понимаете, у Асхабадзе все от него разбегаются. Почему от него разбегаются? И, понимаете, никакой информации, да, нет. Якобы был инсульт, кто-то говорит, был, кто-то говорит, не был. Кому вот верить, на самом деле? Не знаю. И теперь я не знаю, что ждёт Факел. Сложно сказать. Кто будет начальником команды, что будет происходить. Но, однако, видите, Самедов, Сребко и Скотов, с ними контракт не расторгается почему-то. Что вот толку от Самедова, скажите мне, пожалуйста. От него толку, знаете, как от козлины молока человек просто получает заработную плату. А работать он вообще не работает. Совершенно. Ну, и причём, теперь пройдусь по Асхабадзе, по любимцу воронежских болельщиков, которого они готовы в пятую точку целовать всеми поочерёдно. Почему Роман Гурамович, вот интересно, да, уходит, а главный тренер уходит. Один, второй, третий. За год, за календарный, три тренера ушли. Василенко, Пятибратово и Евсеев. Как так? И сказать, что это качественно в лучшую сторону изменило происходящее факель, игру и результаты, такого нет. И вообще очень туманное будущее, мне кажется, у факела. Неизвестно, что будет дальше. Спасибо за внимание, ребят. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за внимание.